Ну что, дорогие друзья, вот вы дождались крови, мы остановились на том моменте, что Шики вот с Нано разговаривает по поводу всякой вот этой фигни У нас уже был разговор за прошлого, за прошлое точнее, как они там вместе с этим Нано виделись на войне или и тому подобное Да, друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте смотреть серии, которые выходят новые, я смотрю, они как бы и просматриваются, и как-то не просматриваются, что-то вообще непонятно, что Ну ладно, поехали дальше Что? Нано медленно моргнул, потому что я смотрю, если не просматриваются серии и мало лайков, я как-то, ну, медленнее записываю серии Вот, и вот мы там то стримы писали, то еще что-нибудь Ладно, Нано медленно моргнул, его голубые глаза сверкнули фиолетово Мне кажется, что это уже должна быть концовка, по идее, хотя, хрен его знает Страх рожденный, когда твоя иллюзия неуязвимости рассыпается в прах Импульсивное желание, которое он породил Все это я видел в твоих глазах, я был убежден, что ты начнешь неотступно следовать за мной Короче, если вы не помните, то Нано был на войне, убивал всех втройне Короче, у него там по щеке какая-то фигня была Ну, короче, я превьюшку поставил, думал, вам всем понравится, а вам в итоге что-то вообще Что-то меньше просмотров, чем везде Произошло Чего так странно? Ты питаешься... Ой, ты питаешь отвращение не только ко мне Ты ненавидишь и боишься всего, что связано со мной И чем сильнее ты сокрушитель... Тем сокрушительнее будет удар, когда ты встретишь свое поражение Казалось, будто он в любой момент может просто раствориться в дожде Но каким-то образом его чертания оставились странно отчетливыми Он протянул свою руку Пустые глаза набежала тень, и он слабо сжал руку в кулак Пока страх не дает покоя твоему сердцу, до тех пор ты никогда не одолеешь меня Не важно, насколько глубокой или свирепой может быть твоя ненависть, тебе не победить меня Кстати, по поводу того, что какой-то человек написал По поводу того, что Шики якобы не самый сильный, а просто сильный Но в плане того, что они сами с арбитра, типа, сделали такую легенду Вот это вот, напишите, это правда вообще или нет? Если так, то это вообще прям неожиданно будет Он говорил, я ясно, безучастно И сделал акцент лишь на нескольких последних словах Которые опустились тяжело, словно камни в воду В голосе не прослеживалось ни малейшие эмоции Несмотря на это, Акере показалось, что в голосе Нана он уловил тень сожаления То есть нормально, да? Я буду убивать людей, а ты прости меня там и ля-ля-ля Прости меня, прости, да Так, ладно, сейчас, момент Лёва, ты куда лезешь, а? Так, а кого он жалел? Шики или может себя самого? О, лезвие Шики, сделая резкую дугу в воздухе, словно показывая, что у него не осталось больше слов Их поглотило пламя его ярости Кстати, ещё по... Так, Лёва, иди сюда Блин, это падла влезет в мои пакеты С мусором Так, сейчас извиняюсь Вот, там рыбой просто пахнет Лезвие Шики сделал резкую дугу по воздуху, словно показывая, что у него не осталось больше слов Их поглотило пламя его ярости Дождь усиливался барабаня по всему вокруг И создавая отчасти закрытое пространство Акера больше не ощущал ледяных капель, стекающих по вискам и щекам Твоя болтовня закончится здесь прямо сейчас Я на самом деле всё равно не понимаю в общем сюжет Я хочу, конечно, дальше дойти, чтобы понимать, что там и как, получше Ну, блин, просто, я не знаю, что-то он говорит вообще непонятно что Шики уже склонился вперёд для атаки Левая протянутая рука, наверное, опустилась И, кстати, плохая Шики концовка Это не только, что мы можем умереть, а и Шики умрёт И, наверное, это тоже будет плохо, как бы Хрупкое, словно стекло, напряжение повисло в воздухе Прямо сейчас Шики утопал в гневе и ненависти Первым, кто поддастся эмоциям, проиграет Хм, все видео видят, у кого преимущество Наплевать, если проиграет Шики Мысли пришла из ниоткуда и щёлкнула в подсознание Акеры Ему должно быть всё равно, кто из них выйдет победителем Нормально То есть тебя обогрели, ободели А ты, значит, на Шики так вот всё, ну всё Посторонний зритель, попавший сюда по чистой случайности Он не хотел влезать в это Но в таком случае, что это за чувство, что ноет и таится по всему сознанию Шики проиграет, сказал он себе И ощущение только усилилось Он был равнодушный, заносчивый человек Чья самоуверенность не знала границ Он терзал и контролировал Акеру помимо его воли Именно поэтому Акера не хотел видеть, как прямо сейчас На его глазах он падает от руки другого Если Шики падёт, Акера станет слишком жалким для того, чтобы жить Хм, прекрати И пока в голове ещё царил беспорядок Он уже схватил Шики за руку Он всё, влюбился в Шики и моя любовь просто Прочь с дороги С невероятной силой он оттолкнул Акеру в сторону Шики видел лишь Нана Он никому не позволит вмешиваться Это его личный Армагеддон Лол Вдруг кто-то за спины схватил Акеру за руки Опа Ну а кто ж ещё? Тут вся компания в сборе Он быстро обернулся, увидел ухмыляющегося Киривара Рядом стояли Гунжи и Арбитра Всё ясно, я был осведомлён, что у него есть нерешённые травмы прошлого А как неожиданно Ты будешь брыкаться, я тебе что-нибудь сломаю Должно быть, чтобы не попасть под удар Они за всем наблюдали на расстоянии Лишь этот безвкусный нарцисс мог наблюдать Офу, разработать подобный план Можно мне просоединиться к веселью? Гунжи кивнул в сторону Нана Шики На его лице была невинная детская улыбка Короче, как-то тут тупо всё происходит Шики мог бы и Арбитра убрать, а потом уже тебе нельзя О, а почему? Прикрытой маской в глазах сверкнул и расчётливый огонёк Если всё хорошо сложится, то мы сможем работать без вмешательства посредника Ясно как бы уже день, кто победит Кто ж победит-то? Только не говорите мне, что сейчас победит Нана Без посредника, да То есть, Арбитра говорит, что Нана победит А посредником является Шики Подавленный отчаянник Макера перевёл взгляд на кипящую битву Умри! С хриплым криком Шики словно пуля бросился на Нана А расстояние между ними быстро сокращалось И на те каждый взмах меча вспыхивал с такой скоростью Что казалось, он разрезает пополам сам воздух Самошедший порыв Шики больше чем вдвое увеличил его скорость и силу На секунду показалось, что он достиг своей цели А затем тело Нана слегка дрогнуло Ух ты! Не прилагая каких усилий, лянь, какая картинка А чё он такой быстрый? Посмотрите вот тут и на спрайт его Посмотрите, какой он тут нарисован То есть, видно сразу весь его характер Видно прям вся его мощь в этом арте И посмотрите на его спрайт Где кажется, что он какой-то Я не знаю, какой-то дурачок просто Не прилагая каких-либо усилий Он увернулся, отказался неизбежного удара Его движения были практически неторопливыми Словно он предугадал точную траекторию удара Ещё до того, как тот произошёл Хе-хе! Усмехнулся арбитр рядом с Акерой Не мешкая Шики Изменил курс леза, переведя его в последний удар Однако Нана тоже избежал и второй удар Он уклонялся от серебристой дуги мечам Так легко, будто бы это был лишь ветер Шики не мог даже задеть его Это и есть настоящая сила боевого оружия Даже знаменитый Шики не может его поцарапать Как великолепно! Боевое оружие Акера перевёл на взгляд на Нана Несмотря на ловкое движение, на его лице было всё то же отсутствующее выражение Хотя, если мы присмотримся тут на его лицо, то мы видим совсем другое Тут есть выражение И оно такое беспощадное Он лишь следил за Шики пустыми глазами, как ожившее оружие тренирует свой прицел на учебных мишенях Оружие имеется в виду, что Нана полностью оружие, да? Это было жутко, но Акеру переполняли эмоции гораздо сильнее, чем испуг Нана бесспорно пришёл в отчаяние от того, что с ним происходило Он, должно быть, разочаровался во всём мире Он разочаровался в себе, так же, как и во всех остальных Он полностью закрылся Взгляд погрузился во тьму Вот что позволило ему хладнокровно убивать людей Проведя столько времени в заключении лаборатории Полностью лишённой личной свободы и достоинства Акера решил, что хоть немного, но он способен понять страдания такого рода опыта Ты... Кстати, вам не напоминает этот момент? Но тут это всё То, что сейчас происходит Бой в Ламенте Когда там тоже такая же что-то типа такого Там главного персонажа держат А все остальные сражаются, да? Его парень сражается постоянно Вот как бы... Ой, извиняюсь Только я проснулся недавно и уже серию пишу Так, Шики спросил Нано тихим голосом Хотя натиск его атак Ни на секунду не замедлился А его дыхание лишь немного ускорилось Нано оставался неуловимым, словно призрак У тебя есть цель? Извиняюсь, горло Что горло вообще сейчас? Молчаливая тьма В воздухе разносится звук стали Сияющее белое лезвие Чего ты добиваешься? Отвечай Крик Шики Он делает выпад вперёд Вода под... Под его ногами Брызгает в разные стороны Мой ответ очевиден Ответил он, уклоняясь от поднятого меча Шики Мокрая чёлка скрывает его выражение лица Возвратить все невежественные души Туда, откуда они явились В пустоту А дальше что? Лишка много на себя берёшь Я тут, я тут, короче, за Шики Кружась Шики припал к земле и широко замахнулся мечом в контрударе Нано сделал несколько шагов назад, остановился немного подаль Он стоял неподвижно, дыхание было неторопливым, а его бледные краски под стеной дождя размыли сильнее В то же время плечи Шики в так дыхании поднимались и опускались А его тело было окутано чёрной жаждой крови Совершенно разный, но дрожь поливал обоих Мир до отказа переполнен неразумными плодами, обладающими всеми формами гордыни Голос, раздавшийся в ушах Акеры Сейчас будто бы с добавлением тонкой нити металла Так отличался от хриплого бежененного голоса, что он слышал до этого Мне кажется, что нано просто его задача, его жизнь, его суть жизни Убивать всех людей, которые плохие, типа, ну, которые там о себе возомнили много, короче Я так понимаю, ну, как оружие, как именно оружие Из-за этого его и пришла, это, убить Эмо, походу, да, я так правильно понимаю Если я неправильно понимаю, напишите в комментариях Потому что, ну, а зачем же он ещё ходит тут и всех валит И кровь его опасна, как бы, ну, этот нано вообще, он опасен вообще для всей жизни Он не видел выражения лица нано, но В его голосе было что-то, из-за чего по спине Акера пробежала дрожь Опять же, ошибка в это Жизнь природы, цивилизация, способность создавать и производить Это удивительная вещь, но переступив однажды определённую черту Она выражается в безобразную массу алчности Знаете, почему тут так много ошибок? Скорее всего, люди просто спешили очень сильно Потому что, когда я делаю перевод для своих игр, да, там иногда Я такие ошибки делаю, элементарные просто Что ужас просто Из-за этого, скорее всего, столько ошибок Причём в обычных словах Человеческие существа слабы У них отсутствуют клыки, когти Нет особых приёмов для собственной защиты Человек сам по себе совершенно беспомощен Именно слабость и побуждает их продирать себе путь наверх Ну, как бы, человек хоть и без когтей и хвостов Но он сильнее куда, чем все животные И кровожаднее ещё, чем животные некоторые И попал однажды на самом верх Откуда они могут созерцать остальных Их очаровывает иллюзия, что всё принадлежит им Именно поэтому людям нужна сила Абсолютная единоличная мощь, чтобы обходиться без чьей-либо помощи Вопрос, почему Нана не убьёт арбитра тогда Это заблуждение Ярость одного человека порождает сопротивление окружающих Многие пари жертвами, ослеплённые, впрочем, собственной алчностью Не осведомлены о нечистых последствиях своих деяний Всей цикл гибели и возрождения Проистекает на всём протяжении человеческой истории Он будет продолжаться долго, всегда Сопутствующего... Вы тут пиздиться собрались или пиздеть? Давайте друг друга пиздить, короче, вот Сопутствующей возрастающей мощи Страсти эйфории сладка Как ни одно из истинных чувств Тем не менее, оно также временно Сплошная иллюзия Видимо, попал в подобную эйфорию Весьма возможно, я ещё пребываю там Прозвучало это так, будто бы он бормотал себе под нос В голосе слышалась нотка эйфории Акира слегка опешил Уловив выражение льца Шики Кхм Кхм, на несколько коротких мно... Кхм, да что ж такое На несколько коротких мгновений Он заметил явную улыбку на губах Шики Горящее в его глазах яростное пламя никуда не ушло Шики наслаждался битвой Он отлично проводил время, меряя силами со своим заклятым врагом Он предпочёл мгновение бушущего ада Долгой напрасной безмятежности Уничтожения и перерождения повторяются бесконечно У меня нет желания наблюдать, как всё более декоративное человечество возрождается из собственного пепла в виде блеклой тени В голосе на наслышалась скрытная опасность Но те, кто бессмысленно идут против своей судьбы До самого конца, те сияют ярче, чем до падения Именно поэтому я желаю стать свидетелем момента их падения Зная, что они находятся на грани гибели Эти неразумные души не могут не замарать руки собственной алчности Какого падения? То есть он думает, что всё человечество умрёт И он типа будет останется сам, да? Типа будет наблюдать за этим Словно звери грызутся один друг с другом Осознавая собственную погибель Когда уже слишком поздно Всё идёт как задумано Он так говорит, как будто бы, знаете, реально война прошла в мире, короче И он такой один стоит, короче, как Путин такой и всё Типа ох, я такой, знаете Ладно Другими словами, ты использовал меня для самоудовлетворения? Нет, ну да, как бы ты использовал Акеру Шеки стряхнул воду с меча и нацелил его на Нана Именно поэтому я сказал, что ты слишком много на себя берёшь Считая, что стал чем-то вроде божества Мои собственные действия никаким образом ни на что не влияют Не более чем скудная горсть песка, пыль на ветру Я лишь хочу стать свидетелем Проникнуться эстетикой самоуничтожения Я хочу лицезреть, что произойдёт потом Вряд ли ты это лицезреешь Потому что кроме нас, людей в мире На земном шаре ещё дохерище Если даже в Японии там все поумирают То в Украине с Салом у нас всё будет хорошо Произнес Нана С Салли Фейсом Произнес Нана Он медленно приложил руку к левой стороне груди Что ты пытаешься увидеть? Игнорировав вопрос Шеки Нана оттянул руку от груди Отбросил мокрые волосы с лица Открылось его мертвенно-бледное лицо Он едко улыбался Что придавало его лицу совершенно новое выражение Шеки лучше других уловил изменения в Нана Потому что он нахмурился Его взгляд потяжелел Хе-хе-хе-хе, ахахаха Какое-то время Нана просто стоял и позволял дождю бить его по лицу Затем он вдруг Разразился смехом Приглушенные звуки становились громче Пока не превратились в углушенный хохот Будто бы он не мог себя контролировать Он сошёл с ума Я сошла с ума, я сошла с ума Чуть ли не на секунду назад Нана был безжизненным, словно мертвец Океры арбитра были поражены Таким изменением А каратели лишь хмыкали, будто бы со скуки Его смех звенел сквозь дождь, взмывал вверх, где его поглощало небо Прекрати Нана не обращала никакого внимания на шейки, но затем смех начал затихать И на его лице вновь появилась издевательская улыбка Ты глупец до мозга костей, тебе и меня не победили Ты раз за разом проигрываешь мне, и все равно ты здесь Как заежженная пластинка В смысле, каждый раз проигрываешь мне? Это что, ломание опять четвертой стены? Хотя вряд ли, конечно Типа про... Ебаля, какое лицо Господи, ну неужели вы спрать не могли лучше нарисовать? Ну что ж это за ужас какой-то? Ему усов только не хватает тут для полной верности, чтобы, я не знаю, таким злым, злым белорусом быть Почему ты никак не услышишь урок? Ты никогда меня не победишь Такое чувство, как будто у него реально тут были усы Не знаю почему При что пойти ему кто-нибудь усы? Ты никогда меня не победишь, никогда А знаешь почему? Потому что мне хорошо знакомо то, что ты ни разу не испытывал чувство, что откровенно тебя пугает Голос Нана был наполнен презрением, словно его телом овладела иная сущность Кстати, да, посмотрите, он начал эмоцию выказывать, и эта эмоция злость Энгри просто, да? Энгри Бёрдс Открытые колкие слова пронзали уши всех присутствующих Глаза шики загорелись ненавистью Без понимания собственных слабостей нельзя почти систинную силу Твои собственные страдания были лишь незначительной частью Не важно, что ты пережил, то через что прошел, прохожу я в тысячу раз хуже То через что я прохожу, типа в сто раз хуже Ты себе даже не можешь этого представить, вот что дает мне силы, вот почему она остается Попридержи свой язык Сказая, что шики вновь был готов броситься на Нана Тот в свою очередь уверенно и открыто направлялся вперед Мне интересно, что ты сделаешь, когда отведаешь мои страдания Его голос резко потеплел Нана улыбнулся и протянул свою руку в сторону шики Сохранишь ли ты эту силу даже тогда? Что ты имеешь ввиду? Ты так сильно ненавидишь мою кровь Сама кровь, что дает людям иллюзию новой силы Является идеальным воплощением твоей слабости Понимаешь, к чему я веду? Является идеальным воплощением твоей... Он принимает его кровь и тоже сильным становится? Из-за этого, что ли? Нана закатал рукав на протянутой руке Он поднес обнаженную бледную руку к рту И не спуская глаз шики, демонстративно и медленно про... Подожди, что? Пропустил? Подожди, что? Прикусил кожу или что? Прямо по тонкой поверхностью кожи проходили вены Да, прикусил Лайн, это моя кровь, разбавленная сотню раз Если ее поглотит обычный человек, то сойдет с ума и однозначно умрет Лайн, это моя кровь, разбавленная сотню раз Если ее поглотит обычный человек, то сойдет с ума однозначно и умрет Даже более, сам по себе яг заставит тебя принять мою кровь А в определенном смысле станет твоим последним испытанием Справишься? Чушь, кто опустится до такого Что это за фигня, что Нана берет на слабо шики Типа, давай, давай, а слабо, слабо спрыгну из крыши А слабо вот, а ой, а да, ты не сможешь А ты, да, слабаки, да Я спросил, справишься? Ты желаешь получить истинную силу, разве не стремишься победить меня? Сможешь ли ты встретить свою самую сильную слабость и преодолеть ее? Как это сделал я? Да блин, ну нахрена вообще, я не понимаю То есть, на крови хапони и потом попробуй меня убить Шики молча продолжал смотреть на Нана Он так долго преследовал своего заклятого врага И вот он сейчас предлагает ему выбор, который по большему счету Можно сравнить с дьявольским искушением Жить должно было разорвать от внутренних противоречий Ну это, кстати, интересно довольно будет Что вообще с ним произойдет Ведь действительно нельзя стать по-настоящему сильным Не понимая в первую очередь собственных слабостей Но нет, дело было в другом Айкер инстинктивно чувствовал, что сейчас Нана предлагает Шики Нечто совершенно иное Нарк... нарк... наркалыга Он просто на... на... на наркотики Его пытается подсадить Если Шики податься на провокацию Примет предложение Нана, то пути назад уже не будет Ммм... так как ты поступишь? Нана снова протянул руку в сторону Шики Его улыбка под дождем казалась соблазнительной Он примет, потому что это плохая концовка Я все отбрасил ради силы Пожертвовал собственной плотью и кровью Шики наклонил голову Атмосфера вокруг него становилась тревожной, тихой и напряженной Меч выскользнул из его рук Он со звоном упал на землю Это звался в ушах Акеры Акера был не настолько охвачен развернувшимся перед ним действием Что позабыл о державшем его карателе Если понадобится я снова и снова превзойду тебя Шики бросился бежать к Нану Он схотел его за плечи Его алые глаза темно поблескивали Пронизанные кратким, но настоящим безумием Когда Шики схватил его на лице, на она появилась улыбка И он произнес одними лишь губами Прирожденный глупец, сказал он Да, у него, видите, крикнуть ему промолчать Так, подождите, а что ж у нас там в переводе? Ой, в переводе В прохождении Что мы тут должны выбрать? Мы должны промолчать И в итоге Это плохая концовка, да Его переполняло желание закричать Но развернувшаяся на глазах картина Заставила его бездумно проглотить свой голос Походу тут, друзья, еще один выбор будет Но странно Оооо Це вампыры Вампыры Кровососы Кровососки Короче, я так и думал, что сейчас будет и арт И он его укусит Ну, а как еще-то Шики погрузил зубы в шею Нана Его лицо исказила демоническая гримаса Тело Нана судорожно содрогнулось И его белоснежная кожа окрасилась валой Который превратился в струйку крови Мне кажется, он сейчас всех поубивает тут Вообще всех просто В диких красных глазах Шики Отсутствовал разум и здравый смысл Вдоль позвоночника пробежала дрожь от бездом Бездомного сияния Он сошел с ума Сказал сам себе Акера Хриплым шепотом Какой Акера? Это ж арбитра, блядь, там был Чего? Он оцепенел от ужаса Что за бред? Мгновение ока разросшейся Разросшей Струйка крови потекла вниз по горлу Нана Окрашивая вал из края его одежды Кровь Нана заполняла тело Шики Становилась его частью Сейчас он, короче, поменяется Просто Нана заполнится кровью В крови этого Шики Он принял лайн Тревожные звоночки в голове Акера Из предложений Переросли в уверенность и панику Ему потребовалось несколько мгновений Чтобы признать, что все это происходило на самом деле Его сердце бешено колотилось Гоняя кровь в каждую клетку его тела Правда была в том, что было уже слишком поздно Лица Нана не было хорошо видно Потому как он откинул голову назад Его голосы скрывали его выражения Но когда Акера приширился, чтобы рассмотреть его получше То, что он увидел, поразило его словно внезапный удар по голове Губы Нана растянулись в улыбке Не просто легкая улыбка Глубокая усмешка Улыбка человека уверенного в своей победе Да, измучает моя кровь тебя Изведет и уничтожит Ну, конечно, там чистый лайн у него в крови Акере показалось, что он услышал эти слова Его последние слова Все, он сонную артерию ему, походу, перегрыз, да? Все потеряно, как Нана и задумал Он подозревал, что это все случится Непостижимо поглощение неразбавленной крови Премьер, это ведь чисто самоубийство И сейчас еще, наверное, всех и поубивает И плюс еще и сам сдохнет Сдавленно застанул Шики, оторвавшись от шеи Нана Его рот был красным Из подбородка капала кровь Он оттолкнул Нана от себя И тот, не сопротивляясь, просто упал на мокрую от дождя землю Да, ща начнется Шики заревел, как раненый зверь И схватился за горло, будто бы намеревать Разорвать его голыми руками Его крики разрывали Акере сердце Его мысли, его сознание, его душу Все Сгорбившись, он зашатался Стискивая зубы, корчася от боли Видишь, Шики такие, Макер вспомнил Кейски и Такеру Нет, это что-то другое, видите Это... Либо, видите, два выбора Только зачем тут выбор делать? Нет, это было иное Даже иное Те двое... Блин, друзья Друзья, я немножко... Я, походу, немножко не ту концовку выбираю Походу, я сразу же выбираю Короче, ладно, неважно Все равно тут две концовки Но стоит ли их проходить две? Там, наверное, одинаковое все будет Те двое принимали Лайна Как следствие, мучились от побочной реакции Иммунной системы на процессе нейтрализации В то время, как Шики дожел до текущего состояния Путем значительной передозировки Лайна В этом случае Не раздумывая секунды, Акер опьянулся к левой руке Он без колебаний воздвелся ногтями Только что зажившую рану Пронзила ошеломляющая боль И брызнула, словно прорвавшись кровь Он сжимал и разжимал ладонь Чтобы кровь вытекала быстрее Пока вся его рука не стала полностью красной Он хочет крови ему, походу, в лицо хернуть Шики от боли упал на колени Акера подскочил к нему Попытался удержать Или я не знаю Я просто не знаю, что на него кровь подействует Как подействует А то уже с ужасающей силой Шики оттолкнул его от себя Акера сильно ударился Спиной Я хоть не на хорошую концовку выхожу? Да, вроде нет Так Но он заставил себя встать И снова направился к Шике Ведь Шики вблизи навел на него такой ужас Что он задрожал Но глаза были настолько воспалены Что даже белок Казался алым Фиолетовый, уродливый вены Вступились на гладкой кожу А изо рта Выглядывали острые рисы Рисы? Акера изо всех сил Сыпился в Шики Чтобы тот не Стряхнул его с себя И не глядя Пристал окровавленную руку К его лицу Он берел руку от щеки Шики К его рту Окрашивая кровью Кожей губы В ту же секунду Ему в солнечное сплетение Выбивая из него весь дух Врезался локоть Шики Да я так и думал Что он ничего не получится У него сейчас сделать Мне кажется Он обмяк И Шики вновь отбросил его Швырнув на мокрый асфальт На подболе У него было ощущение Что ему отбили все органы Акеру вырвало Да тут пиздец Всем сейчас будет Он не мог собраться силами И не мог ясно соображать Лежа в луже Лишь ощущение Странного тепла На мокрой щеке Стало его единственным Реальным чувством Прибывая в смутном сознании Ему показалось Что он услышал Отдаленные предсмертные вопли Они раздавались Какое-то время Акера Затем резко стихли Акера слышал Лишь звук Бьющегося С землю дождя Шики он В момент Когда эта мысль Посетила его Воспаленный Бредовый мозг Он ощутил что-то движение Над собой Безо всякого предупреждения Что-то упало Перед его глазами Что же там Туманное сознание Прояснилось А взгляд Начал фокусироваться Дерзко вколоченный В землю предмет Оказался мечом Облеченным С слабыми струльками дождя Игнорируя боль Он приподнялся И мельком Увидел пару алых глаз Все нормально уже Сверху на него Смерял Шики Сейчас в его глазах Отсутствовал присущий ему Животный блеск Сейчас в них Плескались ум Интеллект И агрессия Ум Интеллект Как можно понять По уму То есть по глазам Ум Интеллект Глаза Шики Которого он знал Он жив Запоздала Посетила его мысли Сердце захлестнуло чувство Тогда он не заметил Подсознательно Зародившегося сомнения И даже если бы он осознал Что Что-то было не так Он был слишком Занят Чтобы обращать на это внимание Шики Ведернул меч Повернулся спиной к катере И подстрелил на лежащего Нана Нана словно манекен Лежал плашмя Мокрая От дождя Рана на его шее Еще блестела от крови Ошарашенный арбитр Парализованный До этого момента От ужаса начал ступать Невозможно Кто бы не поглотил это Он не смог бы выжить Шанс один на миллион Только не говори Что это оказалось совместим Да Его оставшиеся слова Преводились в пронесительный напряженный крик Шики стиснул шею арбитра Я выбрал открытую конфронтацию Не отступил от своего решения Я поставил на колени всех И бога, и дьявола, и судьбу Для меня нет ничего невозможного Короче, я же говорил Он всех перебьет сейчас Спокойно глядя на мужчину в маске Шики наконец-то сославил хватку Его меч растек дождь И Шики тихо прошипел Умри Глядя на лицо в Шики в этот момент Акира ужаса шатнулся Его широко открытые глаза Горят красным Он улыбался Его выражение было преисполнено Жестокой, лютой радостью А губы страшно искривились Словно он был сам воплощением дьявола Арбитра рухнул на свой зад С каждым мгновением его лица Остановилась все более и более напряженным Он отскочил назад Крикнул карателем через плечо Помогите мне Но прежде чем он успел что-то предпринять На арбитра обрушился меч Шики Раздался крик ужаса Но вслед за этим Акира услышал неожиданное скрижет металла Меч Шики на не настиг свою жертву Киривара бросился вперед Чтобы заслонить арбитра железной трубой Как я и говорил Интересно как умрут каратели Вот так они сейчас и умрут Ломаешь вещи Митсука Сан Митсука Черт обожаю тебя Их оружие столкнулось Киривар нахмурился Я их не ожидал такой преданности От бешеных псов Тихо рассмеялся Шики На лице Киривара не было Его обычной ленивой усмешки Вместо этого Его взгляд как никогда потяжелел Заостренные глаза сверкали Твою мать треклятый выродок Эй Гуджи издал пронизительный крик И несколько припав к земле Повторно Развернулся Скользнул на пятках Чтобы когтями попасть по голени Шики Шики откинул металлическую трубу в сторону И молниеносным прыжком по инерции Оттолкнулся назад Скрипнули и полоснули в воздух Металлические когти Ножа покричи Киривар на невообразимой Учитывая свою тяжеловесную фигуру Скорости бросился вперед Нанося удары своей трубой Каждый раз когда она сталкивалась Мечом Шики Воздух содрогался от пронизительного низкого звона Я не успокоюсь пока ты не закричишь Шики атаковали одновременно Киривар с одной стороны С другой серии быстрых взмахов Его стремились разорвать когти Гунжи Шики с легкостью парировал удары Он отскочил в сторону даже не запыхавшись Вот таких вот моментов Я ждал всю игру Серьезно Просто всю Каратели оказались в сложном положении Даже Акера понимал это Мелкие шавки На лице Шики была все та же дьявольская улыбка Улыбка того кто упитывался Абсолютной радостью боя У Акера появились Очень нехорошие предчувствия Он поднялся чтобы проследить за Шики И был поражен тем что увидел Он уже полетел поехал Посмотрите на его харю У Акера появилось так Нехорошие предчувствия Он поднялся чтобы проследить за Шики И был поражен тем что увидел Его действия были настолько молниеносными, что Акира заметил его, лишь когда Шики двигался. Через секунду он понял, что произошло. Он их уже порезал. Гунжи пытался отскочить, но Шики уже прорвал его защиту. Скрытые челкой глаза Гунжи горели от удивления. Урод. Двигаясь быстрее Гунжи, Шики широко захмахнулся мечом, разрезая сам дождь. Гунжи выставил перед собой когти, чтобы парировать атаку, но сила удара заставила его пошатнуться. Акира даже не мог представить, какую силу нужно приложить, чтобы один из карателей вот так потерял равновесие. Черт побери, я этого не вынесу. Шики снова направился в сторону Гунжи. Киривар моментально замахнулся трубой по ребрам Шики. Даже не глядя в сторону Киривара, Шики нанес ему контрудар. Шики высоко подпрыгнул, невероятно высоко. С этого момента Акира перестал понимать, что происходит. Все, что он мог сказать, то, что меч Шики настиг обоих карателей, словно такой исход с самого начала уже был предрешен. Меч опустился, высвобождая алые брызги, что разлетелись с дугой на перерез прямому дождю. Мир погрузился в тишину. Или жида ушей Акиры. Просто ничего не доходило, а стоны крики диссонировали со звуками разрывающейся плоти. Для него движениями Шики были такие же грациозные, как танец меча. Совершенство обычного человеческого существа. Алые жизненные капли брызгали вокруг, словно внося в его изящный танец цвет и красоту. Тела каратели падали один за другими. На горлых обоих виднелась красная полоса. Массивные тела рухнули на мокрую до от дождя землю, вызывая брызги. Как я и говорил, что они сдохнут. Ну а как еще? Для них, наверное, для Шики сейчас вообще, наверное, кто бы не напал на него, это единственным был сложным нано. Но в итоге, видите, он отдал кровь. Он знал, что так будет происходить. Акира различал каждую отдельную каплю брызг воды. Будовое его зрение работало в очень замедленной съемке. А затем тягучий поток времени вернулся к своей прежней скорости. Отчетливее стал шум дождя, захлепснувший этот беззвучный мир. Тело каратели дернулись еще несколько раз, а затем, наконец-то, замерли неподвижно. Арбитра с выпученными глазами наблюдал за всем. Сейчас он, дрожа, начал тонко визжать. От обычного хладнокровного состояния арбитра не осталось и следа. Он понял глаза на Шики. Страх охватил арбитра настолько, что он никак не мог подняться на ноги. Он в шоке просто. Он что там, написал что ли внизу или что? Спаси меня! Его грипплая отчаянная мольба заглушалась рыданиями. Голос в конце надломился. Шики с открывавленным мечом в руке повернулся к нему. На его черном плаще остались брызги крови, но постепенно дождь смывал их. Ты тоже можешь умереть. На улице играла легкая холодная усмешка. Ты даже не человек. Ты такой же, как премьер. Такой же, как он. Завопил арбитра, скользя руками по мокрой земле. В безуспешных попытках отодвинуться назад. Шики встал перед ним, отрезая пути к отступлению. Меч, что только что был залит кровью, чарующе засиял в темноте. И что дальше? Он даже не смог издать полноценный крик. Его голос застрял в горле и стал похожим на задыхающую птицу. Затем и вовсе стих. Единственный неумолимый удар меча отделил голову арбитра от его туловища. Жалко, что мы вот этого арта не увидим. Раздался звук фонтанирующей крови. Облаченная в крово-красный костюм, обезглавленное тело, медленно села на землю. Мгновенное, но отвратительное зрелище. Шики хорошенько взрыхнул кровь и грязь с меча и снова повернулся к телу Нану. Теперь он еще должен подойти к Акери. И Акери, я бы на его месте уже бежал бы давным-давно отсюда. Я превзошел тебя, преодолев свои слабости. Но в отличие от тебя, не впал в отчаяние. Благодаря этой силе я добьюсь всего. Он поднял руку и медленно сжал ее в кулак, словно поймал что-то. Он больше не был тем Шики. То кем был сейчас это... Шики пострел на Акеру, яростные алые глаза пронзили его. Он забыл как дышать. Все, что он видел в них, чистое безумие. Пошли. Офигеть, куда? Шики схватил его за руку и насильно потащил за собой. Он даже не мог открыть рот, чтобы возразить. Тело было вялым и колени подогнулись, а ноги оказались устойчиво стоять. Отказывались. Что, шпехать его будет, что ли? Мне больше нечего бояться. Все, что остается, это занять место наверху. Губы Шики растянулись жестоко в улыбке. Он остался в пустоту. Теперь самый главный тут Шики. Теперь все, что тут можно держать. Ну, то есть, все вот эти вот эти... Всеми управлять и тому подобное. Может, теперь он? Только вот без наркотика, как он будет управлять? Ну и какой смысл с Игуры? Улыбка торжествующего тирана. Шики дернул его на себя и заглянул в лицо. Их дыхание почти смешалось. Паника накрыла Акеру, будто бы Шики вырвал сердце прямо у него из груди. И сейчас жадно вглядывался в его глаза. Я не позволю тебе сбежать. Внезапная острая боль. Доказательство собственности Шики в виде пирсинга острым жаром запульсировало в пупке. Я никогда не позволю тебе уйти. Нормально. Вот это любовь, я понимаю. Это был приказ. Он не обсуждался. Пронзающий Акер, алые глаза вызывали бесконтрольное наваждение. Он представил, как слово Шики, словно цепкие пальцы проникают прямо ему в голову. Эти самые пальцы ворошили податливый гибкий мозг, перекрывая его. Тело Акера задрожало от заманчивого, неописуемого чувства. Да уж. Ему стало все равно, что ждет его впереди. Все, что он должен это следовать. Все, что он должен это подчиняться своему властителю. Он опьянел от восторженного отголоска этих мыслей. Видимо, он тоже уже был запятнан безумием. Только не говорите, что вот так вот закончится. Серьезно? А потом Шики повел его на территорию Никарена. Он едва ли помнит, как они покинули Тошему. Его разум помутнился, как во власти лихорадки. Единственное яркое впечатление, что оставалось в его памяти, это чувство, что они много времени провели в темноте. Промокшие под непрекращающимся дождем, они минували затененные переулки, а затем шли по очень длинному переходу. По крайней мере, это было все, что он помнил. Периодически он слышал отдаленные взрывы и ощущал, как содрогается земля под ногами. Он смутно думал, что должно быть, это вспыхнула предрекаемая эмой гражданская война между... Ну да, он не имел никакого понятия, насколько они шли, но к концу их пути его ноги быстро, словно... Пути его ноги были, словно деревянные. Они выбрались аккурат в центре гарнизона армии Никарена и его союзных войск. Короче, концовка еще так заканчивается странно. Они были на пороге полномасштабной гражданской войны. Здесь царило безумное полное напряжение и атмосфера. При этом жители Никарен были достаточно великодушны и представили шикиакеры и укрытия. Вскоре развязалась война, никого уже не волновало, ни их личности, ни откуда не пришли. Ну, короче, то же самое. Все произошло. Опять же, эма-ля-ля-ля. Так это плохая концовка, вы представляете? Это именно плохая концовка, но мы выбираемся в любом случае. Я не думал, что мы выберемся. То же самое все происходит. Никарен победила. И все же, кто бы мог подумать, что человек, обладающий тлевчим малым взглядом рядом с Акерой, терпливо выжил свой шанс. Первым шагом он по направлению к новому будущему также ознаменовал тайны начала новой битвы. Какой именно? Длинный темный коридор. На определенном расстоянии друг от друга горели потолочные лампы, каждая из которых освещала лишь свой ограниченный радиус, будто бы следует запрету проливать свет на что-то еще. По обеим сторонам коридоров, словно темные призраки, выстроились двери. Выстроились двери? Серьезно препятствуя возможности желания заглянуть за них? Вдох здесь был резким и очень чистый, напряженный, как натянутая нить. Но он не был чем-то чистым, не освежающим, будто бы затишье перед бурей вызывало тревогу. Что это такое? Тяжелый пустой воздух заполнил жалостливыми мольбами о пощаде. Крепко держа его двумя руками, солдаты тащили по коридору мужчину в грязной тюремной робе. Его в обле бессмысленные звуки, не похожи на отдельные слова, отскакивали от беспощадных стен. Что происходит? Он упал на колени и желая идти дальше. Но солдат продолжал волчить его, не давая тому подняться. Солдат, ведущий по коридору мужчину, словно механическая кукла, оставался безразличным. Его осанка была идеально прямой, а шаг он чеканил с непогрешимой уверенностью. Глубоко сидящий к арту скрывал его глаза. Где это? Что это происходит? Но не оставалось никаких сомнений, что его выражение лица такое же перестрастно, как им можно было представить. В конце практически бесконечного коридора находились двойные черные двери. Мощные металлические двери, изящно выгравированные до самых ручек, производили впечатление холодности, словно они так и ожидали, что кто-то их откроет. Казалось, что внушительные двери владели целым коридором. По мере их приближения к двери, мольбы мужчины превратились в громкие рыдания, а затем и вовсе в отчаянной крики. Хватка солдат на руках заключенного не ослабла, когда двери медленно приоткрылись. Воспаленные глаза мужчины выпучились, весь его вид говорило о далеко не банальном страхе. Кто это? Что это? Э? Еще один? Сколько еще? Нифига себе! Подожди, то есть мы захватили сами все? Подожди, сказал он разорженно, открывая глаза от бумаг на столе. Пожалуй, это пятый. Здесь слишком много идиотов. Мы что, выиграли в войне или еще? Мы что, дошли до власти? Презирительно пробормотал он, возвращаясь к документам. Черный коридор представлял собой дугу. С одной стороны находилось помещение, откуда забирали заключенного, а на другом конце была эта комната. Здесь доминировали черный цвет. Однако сама комната была просторной, с высокими потолками, что помогало не ощущать замкнутого пространства. Длинный узкий, гранатово-красный ковер растянулся до дверного проема, до самой задней части комнаты. По правой стороне находилось высокое окно, щедро пропускающее дневной свет. Вдоль противоположной стены выстроились в линию несколько доверхнабитых книгополок. В центре комнаты стоял широкий стол с черным кожаным креслом. За ним и восседал Шики. Черная военная форма была одинаковая у всех, независимо от ранга. Единственное, что указывало на ее положение, это нагрудный символ. Я не понял. А что за германская форма? Немецкая, точнее. То есть фашистская, да? Все, что от них требуется, это не оказывает сопротивление. Элементарное требование. Так какого черта они не придерживаются его? Короче, мы так, я так понял, дорвались до власти. С тем, что мы сильны настолько, что, короче, я так понимаю, я даже не знаю, как там все пошло, но походу ужас, короче. Просто жесть. Он развернул кресло, медленно скрестил ноги. Запрокинул голову, наблюдая за своим покорным подчиненным, который уверенно стоял перед ним. Я так понимаю, что специально похожую на нацистскую форму сделали, чтобы типа показать, насколько они типа плохие, да? Потому что они слабаки, самые сильные среди нас, останутся верны своему самоуважению, вынесут любое испытание, каким бы мучительными те не были, даже если это пытки хуже смерти. Но слабые иные, прежде всего у них отсутствует самоуважение, собирая стадо, они вергаются в заблуждение, будут обладать силой, но в конце концов они думают лишь о собственном спасении, и в самом деле эгоистичные твари, Шеки слушал эту негромкую речь с довольной ухмылкой. Совершенно верно, те, кто сильны, всегда останутся верны своим принципам. Если кто-то, обладающий истинной силой, решит бросить мне вызов, я с радостью обнажу свой меч. Чем меньше шавка, тем громче лай. Бесспорно достойно высказывания. Само по себе восстание ничто по сравнению с истинным вызовом. Да, сэр. Офигенно. Ну, ему надо усыбой лайшики еще прерисовать. Три года назад едва ли он мог, едва ли один год продлилась последняя гражданская война, вызванная тем, чтобы установить, кто воссоединит страну. Никорен, заполучившая запрещенный вирус Николи и задействовавшая огромное количество суперсолдат, за считанные месяцы полностью разгромила силы СВСи, с безусловной победой установила свое господство. Походу, я так понимаю, что чемоданчик все-таки они нашли, да, с этим. И передали суперсолдат, сделали. Естественно, тем, кто снабдил их Николь, был Шики. Ну, вот, пожалуйста. Мало того, что в венах Шики текла заражена кровь, нано Николь премьер. У него был доступ и контроль над Акера, и носителя анти-Николь, обладающего способностью подавлять наследие вирус. Короче, полный пиздец на самом деле. И хотя НИ также не смогла полностью внедрить свой вирус в реальные боевые действия, их замысел наконец обрел плоти кровь. Вот эта концовка прям нереально все рассказывает. Но теперь не было места лабораторным испытаниям прошлого. В отличие от Нана, что оградился и отказался от роли беспомощного подобного кролика, Шики сыграл активную роль в ведущем проекте и сам управлял организацией нового исследования. В армии Никарен, добиваясь повышения за повышением, Шики продвигался все выше и выше, пока наконец-то не преуспел в формировании совершенного отряда элитных Николь-солдат. Короче, полный пиздец. Вот это концовка, я понимаю. До сих пор существо ваше в абсолютной изоляции. Одинокий волк пришел, чтобы починить себе стаю, такие же, как он. Я думал, две концовки плохих будут такие, знаете, ну типа, кто-то опять кого-то зарезал, кто-то опять кого-то там убил, и все. А тут вообще концовка такая. Без всяких сомнений, Шики дал волю своей силе над целым миром. Одна сила, которая загнала Ник, Нана в Скарлупу, одиночество, и она же ввергла других в пучину безумия, будто бы он до сих пор пытался бороться с давно покоящимся духом Нана. Никто не мог устоять перед притягательной силой Шики. Зараженные вирусом солдаты, которые на самом деле поручили сверхчеловеческие физические способности, смотрели на источник своей силы, на Шики, как на божество. Они преклонялись перед ним и клялись ему в абсолютной преданности. Ну прям вот реально, как вот в Германии, да, в 42-м, с помощью иступленного восторга, силы и помешательства ужаса, Николь превратил их в своих рабов. Может, Гитлер тоже свою кровь раздавался? Но чего действительно желал Шики, это, разумеется, не значимого военного положения или высокого звания. Все это не более, чем основа его главной цели. Когда гражданская война достигла своего завершения, правительство наконец-то начало восстанавливать круги давних политических систем двух территорий. Шики показал зубы и начал действовать. Вместе со своими солдатами он совершил военный переворот. Его тщательно разработанный и строго контролируемый план по захвату власти весьма легко удался в период послевоенной суматохи. Он устранил политических лидеров, как Никорен, так и тех, кто занимал аналогичное положение в бывшем СФСИ. Шики уже тогда приобрел политическую власть и проявил хладнокровную жестокость, необходимую для того, чтобы неустанно уничтожить тех, кто правит непонятно виновение или встанет у него на пути. Сейчас он единолично правит всей Японией. Шики вернуховный лидер за считанные четыре года, и человека, которого когда-то нарекли одиноким теневым королем преступного синдиката, стал королем целой страны, господствуя на словах и на деле. Офигеть просто, вот это консолка. Такого я аж точно не ожидал. Настоящие дни. Центр Японии находится в Токио, в Тошиме. Хм. Где же Акера? Все признаки присутствия висио и игру давно исчезли из Тошимы, из-за того, что после Третьей мировой войны Тошима так и не была восстановлена, а гражданская война лишь углубила повреждения. Шики посвятил себя возрождению города, он возвел черный замок, что превослил висио как по размерам, так и по защите. Он висио перенес сюда просто, превосгласив себя верховным лидером. Шики восхвалял эффективность силы, мощи, его принципы, в особенности идеи о том, что слабые не имеют права жить. Перекликались виси-виси, однако были жестче и не оставляли места компромиссу. Те, кто обладал силой, радушно принимали в члены боевого элитного корпуса. Кому ее не хватало, остановились рабами. Для Шики подобные рабы были бесполезны. При первом же намеке на сопротивление он отправлял их на смерть. Члены из собственного отряда отлично осознавали свое положение. Они могли как угодно обращаться с обычными жителями. Что касалось Акера, он стоял во главе войска специального назначения, на которое все взирали с глубоким страхом, трепетом и восхищением. Вдобавок, он был личным секретарем Шики. Офигеть! Шики всегда предпочитал действовать в одиночку. Акер был единственным, кому разрешалось ходить в эту комнату в его личный кабинет. «Ты изменился?» Губы Шики загнулись, когда он протянул руку к лицу Акеры. «Ты стал сильнее, красивее, чем когда-либо. Покажут нам Акеру?» Японский был... «Это что за нацисты?» «Это... Ой, нацисты, да? Или как это говорят?» «Это пиздец!» Благодарю с самого дня, когда Акера решил следовать за ним. Он так и остался покорным слугой Шики. Это ужас. Не было конца тем, кто возражал против властных действий Шики. Их осуждали другие страны. Но абсолютно все должны были склониться перед его неоспоримой силой. По мнению Акера, именно это и делало Шикистинным правителем. Мне кажется, что если бы кто-то боролся с этой страной, то они бы ядерной атакой могли долбануть по ним и все. Несмотря на его методы, ему пришлось выдирать себе путь наверх. От огромного достижения с его стороны, задача не из легких. Шики обладал силой под стать настоящему диктатору. Он твердо придерживался своих... Так, наводя страх на всех людей, он был величественно вдохновляющим, красивым, даже доблестным. Веракер и Шики неиссякаемая преданность ему стали основой и непоколебимой частью его личности. В мире существует много тех, кто смотрит на тебя, как на недостижму награду. «Замечал ли ты когда-нибудь их вожделенные взгляды?» Подразнил его Шики, но смехнулся. «Совершенно нет, мое единственное желание оставаться рядом с вами». «Говоришь такие милые вещи». Он быстро пролил рукой по щеке Акира, затем потянулся к японскому мечу, что стоял, прислонившись к столу. «Эта страна едва ли возродилась, впереди еще длинный путь. У меня нет никакого желания оставаться до конца своих дней на крошечном запертом острове». То есть они будут расширяться и расширяться. Это, я так понимаю, облаченные без белоснежной перчатки, руки ленивого ласкалифи с меча. Его сердце наполнено неустанной целеустремленностью. Слово были сказаны с непомерной алчностью и чистолюбием, словно гордость, что неизбежно ведет к поражению. Но у Акиры было чувство, что исключением из этого правила был Лишики. Он был весь в этом убежден. Весь мир пойдет на колени перед этим человеком. Акира. «Да, сэр?» Он взвернул подбородок, а Дашики произнес его имя. «Когда-нибудь я буду править всем». Акиру пронзил его взгляд. Настолько обжигающий взгляд, что казалось, что он способен через глаза сжечь всю его внутренность. «И когда это случится, я надеюсь увидеть тебя рядом». Он протянул руку Акире и жал ее в кулак, будто бы схватил что-то. На мгновение Акире показалось, что это его собственная жизнь, зажата в пальцах Шики. «Если бы Шики мог прикоснуться его сердца, оно затрепетало бы от безудорожного счастья». «Я последую за вами, куда бы вы ни отправились. Моя жизнь принадлежит вам». Акира вообще, ну это вообще, это пиздец, а не концовка, серьезно. «Он даст эту клятву столько раз, сколько желает Шики. Он пожертвует своей жизнью столько раз, сколько захочет Шики. Она как будто бы нереальная, эта концовка. Это ну просто, ну это ж пиздец, сами подумайте. Ну как такое могло быть?» «Хорошо сказано». «Это просто жесть», — ответил завоеватель с улыбкой, что излучала самоуверенность. «Ну это, это, это на самом деле пиздец. Это на самом деле жесткая концовка. Такого я не ожидал. Я не знаю, что он может быть во второй концовке плохой, но это уж просто жесть». С вами был Bloodlinis, если вам понравилось, пишите свои комментарии по поводу того, какая концовка, как вам она вообще. Музыка офигенная тоже в конце идет. Как всегда, у каждой Nitro Chiral, ну, этой группы, музычка вообще классная в играх. Ладно, друзья, будем смотреть, что там за плохая концовка. Еще одна, но это жесть на самом деле. Еще есть хорошая концовка Шики. Я не знаю, что в хорошей будет, но плохая меня очень удивила. Так что, хорошего настроения, ждите следующих серий. Всем пока!